В продолжении вводной темы. Жители деревни Русская и Ленинского района встречать весну планируют в съемном жилье в городе. Небольшой участок дороги, единственный, по которому можно доехать до дома, с каждым днем превращается в огромную яму из воды и снега. Неужели причина проблемы только в погоде? Тему продолжит Наталья Бакирина. Этот участок дороги в деревне Русская и полоса препятствий, и место для экстремального вождения, и настоящая западня для автолюбителей. Боится четырехметрового отрезка даже трофей из Берлина под управлением опытного водителя. Хозяин машины, впрочем, оптимизма не теряет. Как вообще здесь ездите? Вообще? Не знаю даже как. Русские слова забыли? Ну да. Проваливались? Да, было. И как? Двумя машинами вытаскивали с трудом. Рядом озеро, через поле подземные ключи, под ногами бесхозная сточная труба. И кругом вода. Здесь не справляться со своими обязанностями, по нашему мнению, подрядчик, который вовремя не убирает снег. Здесь проблема с водоотведением, которое нужно привести в должное состояние. Этот звук напоминает местным жителям, что пора паковать чемоданы. Начиная с конца марта до конца апреля уже не проехать. То есть месяц приходится или квартиру снимать где-то в городе, или уезжать, или пешком ходить. В прошлый раз, когда дорогу размыло, к ребенку с пневмонией не смогла проехать скорая, рассказывает мужчина. Ему пришлось на руках нести малыша к машине. К слову, в деревне порядка 50 семей, почти в каждой есть дети. Внуки, дети, как говорится, у всех есть. Они возраст это все разного. Кому-то в школу, кому-то в больницу. То есть вот у меня сейчас внучка, получается, родилась. Она всего ей два месяца. Соответственно, если даже вот что-то случится, вызвать сюда скорую, она просто не проедет. Куда только не обращались, но ответ получали один. Денег нет. Территория в ведении администрации Ленинского района. Но ее как будто нет на карте, говорят люди. Зато давно есть на карте убитых дорог Кировской области. Местные жители предлагают поднять уровень дороги или построить мост. Они были бы готовы и сами отремонтировать еще одну старую дорогу к деревне, которую не затапливает. Но несколько лет назад она перешла в федеральную собственность. Проблему с затопленным участком пообещали решить активисты Народного фронта. Они обратились в территориальное управление администрации Ленинского района. Впрочем, пока людям по-прежнему остается ждать, когда лед тронется. На этот раз в переносном смысле. Наталья Бакерина, Даниил Кочкин, Бюро новостей Довича.